Девушки отдыхают На прошлых выходных звонит девушка и говорит «Здравствуйте, скажите, пожалуйста, а кто у вас на этих выходных выступает из приезжих комиков?» Я говорю «Из приезжих никто не выступает, буду выступать я, приходите». Она говорит «А-а, понятно, а мы не можем в это время». Я говорю «А я вам не говорил, в какое время?» Она говорит «А мы там на весь день с собакой в лес гулять уезжаем». «Как вы вообще? Все ли у вас хорошо? Все классно?» «Надо, может, какую-то рекламу кому-то дать?» «Говорите, что у вас?» «Ремонт бытовой техники?» «Как называется ваш ремонт?» «Просто, блядь, без названия? Ремонт бытовой техники?» «Как с заказами? Нормально все?» «В Инстаграме как найти?» «Никак». «Да просто утюг вейл, убиваете». «Ну, здорово, давайте поаплодируем ребятам, классно, классно, да». «Мы решили сегодня попробовать такой формат, формат историй. Надеемся, что вам все понравится. Сейчас на эту сцену выйдет человек. Встречайте наш гость Михаил Сединко. Ваши аплодисменты!» «Сидит, улыбается». «Сидит, улыбается». «Тебя слышно? Вообще слышно, Миша?» «Да, давайте гитару проверим». «Гитара есть?» «Да». «Микрофон есть?» «Мне 34 года, и я понял, что я какой-то беспомощный вообще человек. Я абсолютно не разбираюсь в бытовой технике. Я когда подхожу к стиральной машине, я до сих пор не знаю, куда нужно сыпать порошок, а куда нужно лить гель. Я хочу дать совет таким же, как я – посрать. Я один раз никуда не засыпал, все равно получилось постирать». «Миш, но если у тебя сломается бытовая техника, хуй ты найдешь, где ее починить. Просто чтоб ты знал». «Попеть хочется». «Да, давай, ты же не зря с гитарой пришел». «Да, да, да, да. Так, чё, я пою песни про людей, которые сидят в зале». «Давай выберем какого-нибудь реально незнакомого человека. Давай, вот девушка сидит». «А вон корейцы, корейцы». «Кореец где? Как вас зовут? Здравствуйте. «Айдыр?» «Такой не кореец получается». «Айдыр, Айдыр, какой тебе кореец?» «Северный». «Северный, северный, северный». «Айдыр, это ваша супруга?» «Нет?» «Нет». «Напарница?» «Коллега». «Коллега». «А она на вас похожа, вы знаете?» «О, круто! Тувинцы, давайте поаплодируем, представляете?» «Тувинцы, это интересно. Сколько вообще осталось вас здесь?» «А? Мало?» «Триста человек всего». «Как тигра». «Вас надо как-то, да, беречь как-то. Вы как-то по выходным трахаетесь побольше, не знаю. Что-то делаете надо. Подсказки какие-то давайте». «Короче, Айдыр, да?» «Айдыр и, получается, как вас зовут?» «Чайзан». «Чайзан». «Чайзер типа, да?» «Чайзана, скажите, у вас есть идеал мужчины?» «Ну, понятно, Тувинец». «Какой идеальный мужчина для вас?» «Ну, на самом деле, нет идеала. Главное, чтобы любил и заботился». «Любил, главное, чтобы любил и заботился. Машина должна быть у него?» «Чайзер, допустим». «Должна быть машина, да? Какая? Какая?» «Любая машина, да?» «Любая машина». «Хорошо, хорошо. Чайзана. Песня про вашего идеального мужчину». «Поддержим». «А это Чайзана. Ей очень надо. Ей нужен мужчина. У него должна быть любая машина. Он должен заботиться о ней. Он должен заботиться о ней. Он должен любить ее. Он должен быть Тувинцем. Ё-моё, ё-моё. А ты умрешь в одиночестве. Ты умрешь в одиночестве. Очень много уж хочется. Очень много уж хочется. Чайзана. Да, Сергей и Галина. «Да, Галина, расскажите про Сергея». «Подожди. Сергей, электрик, Галина. Галина Бланка. Все просто. Все ж понятно и так. Серега, он свой. Сегодня после концерта, Серега, вкепаешь. Водочки огурчиков. Галя сало, блядь, домой принесла. А Галя ему пошел ты нахуй, блядь. Серега, ну все, не ссать. Мы, мужики, держимся вместе». «Галина». «А сколько вы в браке?» «30 лет». «30 лет». «С Серегой». «Реально». «Сергей, можно вопрос? Вот когда 30 лет проходит, да, в браке? Как вот, пупулик, он как себя чувствует?» «Галина, расскажите про Сергея. Какой он? Ну, опишите его». «Он хороший, Галина». «За что вы его полюбили?» Давайте так. «Он умный, не черный. 32 года в браке. Хорошо, Галина, тогда песня про вашего мужа Сергея». «Боже мой, это Сергей. Как хорошо, что он не гей. Он любит Галину. У него есть мозги. Он настоящий мужчина. Они 30 лет вместе». «Он самый лучший. Он для вас все сделает. Сколько у вас комнат в квартире?» «У вас пять комнат в квартире. Нихуя себе вы накопили. Это все Сергей. Это все Сергей». «Сергей, ну, я такую песню про вас классно спел. Пятерку давайте». «Нет, он жадная тварь. Он денег не даст». «Ладно, не буду дальше про него». «Да, хорошо, давай поплатим. Сергей за бабками потянулся. Сергей, не надо, не надо, не надо, Сергей». «Если у человека, ну, душа просит, понимаешь, почему не надо?» «Я просто подумал, если у него пятикомнатная квартира в 45 квадратах». «То почему он мелочью, да, и мелочи ищет, перебирает?» «Реально? Какую песню? Поехали!» «Не-не, подожди, подожди. Серега, это что за наебалово?» «Что ты там, 500 рублей свои суешь?» «Прикиньте, у него в кошельке кошелек». «Подожди, подожди, пожалуйста, дайте кошелек, я умоляю вас». «Просто в кошельке кошелек, вы прикиньте. Да вот эти деньги, Сергей, не надо нам сувать. Вот так хочется их выкинуть просто». «Сует он деньги». «Кого ты сейчас удивишь в пятитысячной?» «Вообще никого». «Любимая, на, иди до ногти». «Я твоей». «Да я играю». «Ты просто не знал». «В чай положу». «В чай?» «В чай положу». «Вуаля». «Сейчас заварится». «Да?» «Е-мое. Он хочет нас трахнуть по-любому. А вот они просто так деньги дают. «Давайте, хочется спеть со всем залом песню». «Финалочку». 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 «Новогодняя песня». «Все вместе». «Все вместе». «Все вместе». «Все вместе». «Все вместе». В зале он есть, у половины мужчин Остальные мужчины скрывают, но у них тоже есть Если не знаешь, что повесить на елку, повесь Нет, елочный шар И в курсе, что только что вы испортили новогоднюю песню Все, пока Поаплодируем миссию Спасибо Народ, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки Без вас ничего бы не получилось Будьте счастливы, любите друг друга Приходите в гости Спасибо, ребята, пока Субтитры создавал DimaTorzok Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому